Катерина Шпица в первую очередь о сложности. Наверное, так называют те, кто не понимает происхождение фамилии. Фамилия у меня украинская. Дарение на первый слог. Не у всех же есть филологическое образование, и не обязаны его иметь. Для меня как для человека, который всю жизнь работает с языками, с родным языком, с иностранными, у меня никаких конфликтов в разуме моем не возникает. Я этимологию своей фамилии прекрасно понимаю. Я бы никогда не спутала шпица даже. Какая? Немецкой точно не назовешь. Французской определенно. Ну, не знаю. Со временем, значит, не заслужила еще, чтобы имя и фамилию произносили правильно. Не, ну это, по-моему, давнее интервью. Ну, может быть, наоборот. Ну, я, пожалуй, начну сначала. Я прочитал, что вы мечтали стать поп-звездой и вообще актрисы тоже неправда. Неправда. Где вы это берете? Серьезно, я готовился. Обычно я очень жестко верифицирую свои интервью и, может быть, это бывает, знаете, есть ваши коллеги, которые что-то пишут и не согласовывают. Какие-то заметки делают. Ну, в интернете вообще очень много странной информации. Видите, может быть, это интервью поможет многим не писать глупости после него. Не мечтала я никогда быть поп-звездой. Абсолютно. Ну, в начале своего творческого пути вы работали вокалисткой в Москве. Это правда, да? Я работала... Рекутитором по-английскому. Да, я работала для того, чтобы зарабатывать и для того, чтобы найти какой-то свой путь. У меня не было конкретной цели. У меня не было плана, что я переезжаю в Москву, иду работать хореографом, репетитором, и потом знакомлюсь через эту трудовую деятельность с какими-то продюсерами и пробую себя на ниве шоу-бизнеса. Нет вообще не было такого плана. Когда я переезжала в Москву, я слабо понимала, чего я конкретно хочу. Я просто понимала, что мне нужно себя искать и идти, ориентируясь на какое-то внутреннее свое чувство. Потом я словила просто свою волну, и эта волна привела меня в кино. Хотя буквально за, не знаю, за пару месяцев до того, как я познакомилась с Георгием Величевым и Югой Финкевичем, это первый режиссер, который меня снимал в кино, я даже и предположить не могла, что через каких-то там мы познакомились в марте, я предположить не могла, что в июне перед моим глазом хлопнет первая хлопушка, мотор начали, так как-то все было. Ну, когда я попала на съемочную площадку, я поняла, что это мое. Вообще, как вы вспоминаете начало своего творческого пути? Легко ли давать покорение Москвы или, в принципе, не так страшно это все? Не могу похвастаться никакой душесчипательной историей о ночевках на вокзале, о недоеданиях, недосыпаниях, работах, о бесчисленных работах, да, там на посткарте в разных местах. Нет, этого у меня не было, мне очень повезло с людьми. У меня была первая такая сложность, можно так назвать. Я приехала в Москву, и мне не предоставили жилье, которое обещали предоставить. Должны были расселить модельную квартиру и потом сформировать новую, чтобы мне нашлось место, и этого не произошло. И я жила у своего друга. Это получилось, что он меня просто абсолютно случайно, чтобы увидеться, встретил на вокзале друг нашей семьи Леша Васильевна. А директор модельного агентства попросил его приютить мне на три дня, пока там решатся эти вопросы с жильем. Но как-то вопросы так и не решились, и вместо трех дней я жила у Леши восемь месяцев. И тут мне, конечно, очень повезло, что оказался рядом такой друг, верный, порядочный, добрый, понимающий человек. Потому что может быть вот он, когда познакомился со мной еще в тысячи втором или третьем году, он понял раньше меня, что мне светит нечто более интересное, чем жизнь пельмени работы инвести. Вы сейчас играете в разных жанрах, начиная от комедий, сериалов, заканчивая более серьезными какими-то работами, классическими экранизациями, фантастикой. А в каких жанрах вам самой нравится больше заниматься? Мне везде. Мне правда, не то, чтобы я всеядная, но мне интересно везде, где интересно. Там, где интересно, мне не сложно. Есть разные понятия сложности. Сложность как нечто некомфортное для человека, и сложность как нечто конструктивное, будоражащее. Я отношусь к сложностям вот по второму типу развития ситуации. Я люблю, когда тяжело, когда нужно чему-то новому научиться, расширить свой кругозор. Если интересно, внутри появляется какая-то энергия, и это дает тебе силы преодолеть любые трудности, даже чисто физиологического характера, и недосыт, и усталость, и выздоравливаешь гораздо быстрее, если ты заболел, потому что ты горишь каким-то процессом, и вся психосоматика работает на тебя. Тебе хочется сделать хорошо, тебе хочется вывышиться по максимуму. Ну, а если коснуться темы ролей, какую роль вы бы хотели еще сыграть? Может быть, какая-то у вас есть заветная мечта, конкретная роль? Я, судя по всему, отношусь к людям, опасающимся мечтать, потому что в моем понимании мечта это некое такое натяжение внутренней струны, когда ты так сильно чего-то хочешь, твой коридор сужается до одного только видения того, кем ты можешь стать в будущем, того, что ты можешь сделать в будущем. Очень сложно разграничить мечту и цель. Мне думается, что цель это мечта, стоящая на более прочной основе. это мечта, крепко стоящая на ногах, потому что у человека больше осознанности в моменте, мечта все-таки нас больше относит все время в будущее. Мы выпускаем прелесть существования сейчас. А цель вынуждает человека как-то очень цепко выхватывать моменты из окружающей жизни, учитывая существовать в моменте. Мечта для меня более эфемерное понятие, чем цель. Поэтому сказать, что я вот... А, ну, я еще как для себя разграничиваю мечту и цель. мечта для меня носит такой флёр нереальности. Чего-то такого, что... Чего-то такого, о чём мы внутри себя думаем, что это ну почти невозможно. Поэтому сказать, что я мечтаю о какой-то роли, я не могу. Я знаю, что мне было бы интересно. я бы хотела сыграть, например, Жанну Дарк. Или... Я понимаю, что мне было бы очень интересно сыграть Джульетту в кино, но это сделано было уже великими режиссёрами и прекрасными актрисами. Поэтому сказать что-то новое в этой истории очень сложно. Поэтому я не мечтаю, я понимаю, что мне было бы интересно, но я спокойно отпускаю эту идею. А если о мечтах? Если о мечтах, я бы очень хотела сняться в дуэте с Леонардо Ди Каприо и не с Брэдом Питтом. Потому что есть, у меня есть одна шуточная Брэдовая фотосессия, которую мы сделали со знаменитым российским фотографом Олегом Зотовым. Там мы взяли несколько постеров Брэда Питта из его картин. И максимально без всякого фотошопа гримом и светом приблизили меня. Я видела, там было интервью с вампиром. Знакомься с Джо Блэк. Да, да, да. Трое. И это было очень любопытно. И мне даже так думалось, ну вот бы Брэд увидел бы, как вот я тут глумлюсь и подумал бы, а кто это? Надо бы разобраться. Для меня удивительно, как люди, существующие на вообще разных концах земли, на разных континентах, могут быть пусть даже едва уловимы, но все-таки похожи. и тем более интересно будет проследить вот эта энергия интереса, приведет ли когда-то встречи, даже хотя бы просто встречи, неважно, на киноплощадке или это где-то случайно, на киноплощадке, или по другой причине. Очень любопытно. Конечно, хотелось бы за свою творческую карьеру познакомиться и соприкоснуться с гораздо большим количеством талантливых людей. Вообще, есть такое, да, что Голливуд манит российского артиста, все равно как бы хорошо дела с кино в России, все равно любой актер хотел попробовать себя за океаном. Я думаю, да. А вы, как человек изнутри, изнутри российского кино, как вы оцениваете состояние российского кинематографа сегодня? То есть он находится на подъеме, на каком-то спаде или на паузе временной? То есть сравнивать с тем, что было, допустим, еще 10 лет назад? Мне сложно об этом судить. Я как-то мало об этом размышляю, потому что считаю, что пока у меня мало сил и мало инструментария, чтобы что-то изменить. Ну, какой смысл кудахтать в курятнике, если ты из него не выходишь? Я все равно живу в этой системе. Поэтому я не сижу вечерами на кухне и не хаю российский кинематограф. Просто потому, что я пока еще не могу предъявить чего-то весомого, чтобы пошатнуть систему, изменить ее. Я пока слабо понимаю, как вообще подобраться, как сделать так, чтобы была драматургия, крепкая драматургия. Как сделать так, чтобы из десяти сценариев, приходящих на почту моему агенту, ну, хотя бы пять задевали за живое, трогали душу, и вот чтобы этот материал был таким, чтобы его хотелось взять и работать над ним. и когда у продюсеров и режиссеров будет в руках крепкий сценарий, гораздо легче будет сделать из него хорошее кино, на которое люди пойдут. А в чем причина того, что у нас нет материала? Вот я могу сейчас сидеть и рассуждать, вот, такую мне ерунду присылают, сниматься не в чем. А вот спроси мне, Кать, а чего ты не сядешь и не напишешь сценарий? А я скажу, а потому что я хочу заниматься своей работой, я хочу быть инструментом, я хочу быть классным инструментом, который играет потрясающую симфонию. У меня был бы камертон, режиссер, который меня направит, у меня был бы продюсер, который нам с камертоном обеспечил бы возможность в партитуре быть напечатанной на материальном носителе, и тогда мы бы творили и делали. а если этой партитуры нет, то тогда какой смысл? И в этом вся сложность. Может быть, я знаю, что помимо того, что в принципе мало хорошей драматургии, еще и довольно сложно пробиваться, чтобы твой сценарий заметили, чтобы ему дали шанс, чтобы дали средства. Но вот как-то потихоньку все раскачивается, ребята, молодые ребята пичингуются, они получают поддержку фонда кино, делают фильмы. И сейчас, я думаю, ближайшие мне хотелось бы, конечно, чтобы так много, но у меня почему-то такая цифра маячит в голове, что в ближайшие 20 лет мы будем работать и по одному из законов Маркса Энгельса перерабатывать количество в качестве. Просто писать, писать, писать. надо писать хороший сценарий. Если задам вам такой конкретный вопрос, какой последний российский фильм вам понравился? Хороший мальчик. Ну, вот довольно давно уже. В прошлом летом. Летом. Были картины на Кинотавре прошлогоднем. Там, кстати, была картина про плохого мальчика. Это фильм Серебренникова ученик. Про плохого мальчика. Да, ученик это тоже интересно. А из тех, что еще не выходили в прокат, вот одна из них, по-моему, скоро будет. Разбуди меня называется. Она любопытно очень сделана. Не без недостатков, но в ней правда есть что-то очень настоящее. там чувствуется биение безчеловеческого сердца и дребезжание человеческой мысли. На этой неделе на экраны выходит фильм молодого латвийского режиссера Станислава Такалова, который называется «То, что они видят». Вы там сыграли главную роль. «То, что они не видят». А, извиняюсь. «То, что они не видят». Вы сыграли там главную роль. Расскажите, о чем этот фильм и как вы познакомились с режиссером, как проходил кастинг или он вас сам нашел или как это вообще произошло все? Ну, знакомство было по стандартной схеме. Моему агенту пришел сценарий, пришел запрос. Я посмотрела сценарий, он мне сразу очень понравился, поэтому я в довольно скором времени поехала на пробы. Мы познакомились со Стасом в процессе проб на Мосфильме. Он мне тоже сразу очень понравился. Я поняла, что вот он режиссер, прямо режиссер до мозга костей. И глубокий человек, думающий, при этом такой тонкий и деликатный, и серьезный, и с чувством юмора при этом, и открытый, и умеющий отстаивать свою творческую позицию. Это очень здорово. Поэтому я как-то сразу... я обычно на пробах в первые минуты понимаю, возникает творческая химия или нет, будет мне интересно или нет. Ну, то, что мне будет интересно, я еще на этапе про чтение сценария дома поняла, что мне это очень любопытно, и я хочу, и я горю. а потом на пробах убедилась, что мои предчувствия оказались верными, и ты меня не подвела. И я ощутила, что это будет очень важно для меня по-актерски работа, и всю энергию направила на то, чтобы эта роль стала манима. Мне ее очень хотелось за несколько месяцев наверное был действительно материал, который мне прям захотелось. Сколько по времени и где проходили съемки этого фильма? Это в Латвии была все? Да, мы снимали в... Я надеюсь, что сейчас правильно произнес название, мы снимали в историческом особеннике Кухшу Бойже. Да, правильно? Наверное. Да. Я надеюсь. мы все снимали почти все снимали там и несколько было сцен в самой Риге мы снимали в госпитале и квартиру и какие-то проезды, проходки в Риге. На съемках вашими партнерами были также латышские актеры. Как вам работа с ними? Не было ли там недопонимания какого-то языка? Нет, они прекрасно говорят по-русски. Да? Замечательно. Мне вообще все понравилось. Правда, я не наивный человек и не воинствующая идеалистка, но мне действительно все понравилось. И команда замечательная. Все художники по гриму, художники по костюму, второй режиссер и звукорежиссеры и все люди такие молодые, но такие энтузиасты. но при этом энтузиасты не безголовые. Бывает энтузиазма много, профессионализма ноль. А здесь мало того, что люди энтузиасты, они еще прекрасно делают свое дело. И это было невероятное удовольствие оказаться среди такого количества молодых, талантливых людей. я говорю о группе, а если говорить о моих партнерах, более зрелого поколения, то тут у меня тоже было абсолютно актерское удовольствие, партнерство в самом лучшем варианте. Что особенно запомнилось на съемках? Так по кайфу было много молчать в кадре. Ну правда, это очень здорово. я давно хотела роль, чтобы можно было чувствовать, жить, простраивать внутри какие-то тонкие очи, линии и мало говорить. Он такой неспешный, я так понимаю, фильм. Я не знаю, какой окончательный монтаж, но если говорить о съемочном процессе, то да, неспешный это как раз правильная дефиниция. До этого вы не бывали в Латвии до съемок? До съемок нет. Какое впечатление у вас осталось? Да погулять хочется. Я же все время сюда приезжаю с оказией. У меня все время здесь либо съемки, а когда мы снимали, съемочный график был очень плотный, практически не было выходных, а когда они были, я просто отсыпалась. Тем более, мы жили в основном там, за городом, в киногородке. В Синевиле. В Синевиле, да. Я не гуляла по Риге. Я чувствую, в этот приезд я опять не погуляю, потому что у меня есть всего три дня, и все эти три дня официальные визиты, премьеры, интервью и так далее. Вот опять из окна машины, ну и вечером по старому городу. Ну я живу в старом городе, наслаждаюсь архитектурой во время моих непродолжительных прогулок. Но чувствую так, что приеду еще, чтобы просто погулять. Приезжайте ли я там в Юрму? Тут рядом? Да, очень хочется. Спасибо вам за беседу. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok